Что у нас здесь в этой коробке? София, я так поняла, решила уехать к вам. Какие популярные блогеры твои друзья! Вы не поверите, ребята! У меня сегодня потекли. Из Швейцарии. Такая вот большая и тяжелая. София, может мы можем дальше распаковывать посылку? Черный куб. И что же там в этом, в этой черной, черной коробке? Хай, ты на канале Magic Family. Я Аня и со мной мои собачки. И сегодня, ребята, у нас будет просто гигантская распаковка посылок от наших подписчиков. Но все не просто так. Так как я люблю проводить эксперименты со своими собачками, я решила провести в этот раз такой эксперимент. Что в коробке? Потому что я заметила, что они очень любят распаковывать посылки. И чаще всего те, в которых есть какая-нибудь вкусняшка, и она пахнет. То есть лакомство. Вот и проверим, отгадают ли собаки, в какой коробке есть вкусняшка, а в какой нет. А еще на нашем канале есть много других питомцев, и скоро мы их покажем. Так что подписывайся на наш канал скорее, чтобы не пропустить наши новые ролики. И давайте начинать. Мы сделаем прямую трансляцию в нашем инстаграм. И там будем читать все эти письма. Вот их сколько! Их у нас тоже очень-очень много, этих посылок. И ребята их распакуют сами на их канале. А мы приступаем к распаковке коробок. Эта коробка у нас прилетела большая, вот такая вот, в огромном мешке. И от Базаровой Елизаветы и Варвары, город Москва. Привет! Смотрите, ребят, какая огромная коробка. Что у нас здесь в этой коробке такое? Давайте посмотрим. Мне кажется, ребята чувствуют, что там есть что-то вкусненькое, да? Давай, Софиш, смотри, помогай открывать. Софиша очень любит открывать посылки. Хэштег «Миша живи» для нашей собачки Миши, которую мы спасли от усыпления. Это для Мишеньки хэштег. Такие вот картинки здесь у нас в коробке. Во-первых, ребята были правы, здесь есть лакомства, поэтому они отгадали, что в коробке. Для наших котиков вот такая вот игрушка. Я обязательно котикам передам ее. Лакомство для наших хомячков, для Рики и Лаки. Софи, как всегда, залезла в коробку, потому что Софи очень любит лазить по посылкам. Здесь есть вот такие вот игрушки для котиков, но если хочешь, можно и для чихов. И Вась у нас очень любит мячики. Смотрите, 4 лакомства для всех котов, для Блюз, Маленького, Чейзи и Антибиотика. Еще лакомство нашим другим собачкам, Любезному, Ведьме и Эве. Получается, что Лиза и Варвара всех знают по именам. Это мне вот такой вот блокнотик прислали. А еще здесь блокнотик еще для меня, вот такой вот классный, вообще. Эйвен у Софи, Миши и Юми, вот такая вот лягушечка. Софи очень любит пищалки у нас, да, Софишка? Это твоя лягушечка будет, да, твоя, твоя. И еще одна игрушка для наших вильшкорги кардиганов, вот такая вот. Я им тоже вот сейчас буквально передам их лакомство для Вари Синбернара. Я его тоже передам обязательно. Я думаю, Варя будет очень довольна. Софи, я так поняла, решила уехать к вам, девчонки, обратно. Спасибо большое вам, девчонки. А мы открываем следующую посылку от Максимовой Кати. Московская область, город Сергеев Посад. Это та самая посылка, которую мои попсики уже открывали на своем канале, чтобы подарить подарок на день рождения Юмичу. Здесь вот такой вот мячик прикольный. Письмо, которое они тоже читали там. Вот такая вот игрушка-сердечко. Я думаю, она очень понравится всем, да, такая игрушка. Здесь очень много разных вкусняшек Катя прислала, самых разных для собак. Итак, ребята, у нас еще одна коробка. Она закрыта, я ее предварительно не открыла. Я не знаю, что в ней. Она, в принципе, легкая. От Белоусовой Ники. Снова из Сергеева Посада. Ничего себе, у нас столько ребят из Сергеева Посада. Давайте ее открывать. Долго мучилась, не могла открыть коробку, ребята. Вот как открыла, простите. Смотрите, что у нас тут в коробке, ребята. Для начала я даже не знаю, что это такое. В файлике вот такие вот четыре самодельных прикольных шапочки для всех моих песиков. Тут есть вопросы. Как ты научилась озвучивать собак? Не знаю. Как в одном из видео ты растворилась? Монтаж. Какие популярные блогеры твои друзья? Ммм, прям вот совсем-совсем прям друзей, наверное, из блогеров у меня нет. Будешь ли ты участвовать в клик-клаке? Не знаю, может быть, когда-нибудь. Кстати, обратите внимание, собаки на посылку особо не реагируют. Возможно, там нет лакомств. Вот мы и проверим, когда ее дооткрывают. В нашу коллекцию мягеньких игрушек. Вот такая вот обезьянка. Монстр Хай. Резиночка для волос. Это намек, я поняла, Аня, уже завяжи волосы, наконец-то. А, мамочки, вот такой вот зубастый кругляш. Вы не поверите, ребята. Тетрадь для работ по собачьему языку. Ученицы первого класса младшей школы номер один Юмичук. У Юми есть специальные тетрадочки для всех уроков. Каждая из них подписана. Сумочка. Это, видимо, для меня. Или, может быть, лакомство здесь можно хранить. Вот такие вот, видимо, шарики Орбис. Еще одна красивая куколка. Еще шарики Орбис. Вот такая вот фигурка собаки. И еще один зубастый мячик вот такой вот. Это пакетик с вкусняшками. Это разные всякие конфетки, которые засунуты в воздушные шарики. Юмичу, ты конфетку хочешь? Тебе такое нельзя для людей. Шоколадные конфеты. Целый мешок шоколадных конфет для меня. Каждая из которых... У меня с людьми потекли в воздушном шарике, ребята. Спасибо большое, Ника, тебе за твою посылку. А мы переходим к следующей необычной коробке. Потому что, ребята, эта коробка пришла от Нади Ткаченко из Швейцарии. Она легенькая. Смотрите, какие тут хорошие игрушечки. Соби сразу же схватила игрушку, выбрала себе. Вот такой вот мягенький медвежончик с пумпончиком. Вот такая вот классная косточка куриная с пищалкой. Паппи, это за место нашей уже убитой мороженки. Юми теперь будет раздавать пылиные косточки. Да, Юмичу? Держи, что не можешь взять? Юля ушла. Так, а в посылке из Швейцарии у нас еще вот такая вот красивая картинка. Magic Family. Ваш канал очень крутой. Я смотрю каждое видео. Еще я никогда не отсылала блогеру посылку. Я живу в Швейцарии. Когда ютуберы делают, например, фан-стречи, я никогда не могу попасть. Ну, хоть посылку отослать могу. Софиша играет с Надиной посылкой. Спасибо большое за такую посылку из далекой страны. Ты послала нам подарок. И следующая посылка у нас от Паненковой Ксении Алексеевны. Город Новосибирск. Легенькая. Кстати, ребята стали нюхать ту посылку, думая, что там есть лакомство. Но лакомства там не было. Интересно, эту они станут нюхать и заинтересовываться ей. Смотрите. Есть вкусняшки. И поэтому Эйвен, конечно же, залез туда носом. А Юми утащила газету. Надпись Magic Family 3D-ручка. И так классно. Наш логотип. Я его поставлю вот сюда, в нашу коллекцию логотипов Magic Family. Вкусняшек куча для собачек. А также есть вот такая вот косточка-игрушка. Салатовенькая. Я так думаю, эта косточка будет для Юми. Смотри, какая у тебя есть косточка. Юмичу. Юмичу. Юмичу просит, молится. Пожалуйста, дайте косточку. На, держи. Эйвена. Юмичу Пикачу. Я. Софи. Да, Софиш, это ты. Мишенька, лайк. Мишань, смотри, это ты. И в конвертике вот вкусные конфетки еще для меня. И вот такие вот сердечки и надписи. Я так понимаю. А, это ж, наверное, я чтоб носила. Это кулон самодельный бумажный. И для каждого на этом кон... Ой, ребята, тут все-таки было лакомство в конвертах. Бирочка на каждого. И в конвертиках есть, видимо, лакомство, как я поняла. Твоя вкусняшка. Я обожаю смотреть твои видео. Они очень прикольные. Я хочу пожелать тебе, чтобы все твои мечты сбывались. Я знаю, что ты когда-то получишь золотую кнопку. Я хотела сделать для тебя золотую кнопку из 3D-ручки, но туда уходит слишком много пластика. Желаю Софии Ивановне, Мише Юме всего самого лучшего. Спасибо большое тебе. Ну что ж, ребята, мы переходим к следующей посылке. Хватовой от Хватовой Марии, город Москва. Я не знаю, есть ли там вкусняшки. Заинтересует ли посылка собак. Здесь есть письмо личное от Маши. Его я читать не буду. Также здесь есть вот такие вот классные картинки с Афиши и Эйвана. Юмичу. Миша. И да, ребят, все, конечно же, картинки пойдут в нашу коллекцию. Вот сюда, на стену ваших рисунков. Я называю это Стена Славы. Калаш тебе сделала сама. Тут еще вот в таком маленьком пакетике 4 лакомства для собак. Конечно же, ребята их учуяли, поэтому за коробкой очень заинтересовались. Передай, пожалуйста, мне привет. Хватывай, Мария, тебе привет. Ты очень хорошая. Прочитай письмо после съемки. Обязательно. Посмотрите, что-то обернуто в столько слоев. Тысяча слоев оберток. Резинки, пакет, газета. Смотрите, это самодельный калаш. Вот такой вот классный самодельный калаш. Юми, не грызи его. Спасибо большое, Маша. А мы переходим к следующей посылке. Такая вот большая и тяжелая, ребята, коробка от Абакумовой Марины из города Екатеринбурга. Наш эксперимент, что в коробке, продолжается. И я думаю, что Софи предполагает, что там есть какая-то вкусняшка, да? Да? Есть там вкусняшка? Новые браслетики для меня. Личное письмо. Я его позже прочитаю. И вот такой вот калашик нарисованный. Здесь все мы. Вот такой вот блокнотик красивый. Ой, а в блокнотике вот такая вот штучка, сердечко. И если его открываешь, переворачиваешь, получается I love you. Классно! Блин, это какая-то прям загадка, как это сделано. Софиш, может мы можем дальше распаковывать посылку? Нет? И что у нас дальше? Смотрите, ребята, какая рыбка! Написано, что если не жалко, дай собакам. Если жалко, оставь себе. Очень крутая такая вот самодельная рыбка. Вообще просто. Это же надо такое своими руками делать, ребята. Да, Ива, смотри, какая штука прикольная. Да. Юми у нас любит яйца дарить своим друзьям. Поэтому вот это будет следующий подарок, я так чувствую. Вот такая вот розовая прикольная ручка в виде помады. Юми для школы, да? Юмичу. Конечно же, наш эксперимент работает. И в коробке есть лакомства, на которые собаки отреагировали. И вот одно из них. Вот такая вот оранжевая упаковочка для Миши. Желтый медведь. Игрушечка вот такая, Мишань, смотри. Для Юмичу. Зеленый. А в нем вот такой вот смешной, классный монстр. Оранжевый. Для Софиши. А в нем вот такой вот медвежонок. Да, Софи уже сразу его забрала. А в голубом пакетике, наверное, конечно же, игрушка для Эйвона. Эйвон, это твоя игрушка. Вот такая обезьянка, да? И еще один подарок для Эйвона. По ощущениям, это мячик. Точно! А вот это Эйвона точно обрадует. И Вась, смотри. Это же мячик. Это клубничное мыло для меня. Еще один маленький подарок для Юмичу. Это... Что это такое? Это мячик. Маленький подарок для Миши. Мячик. Для всех еще есть дополнительно мячики для Софи. Также здесь есть вот такой вот мыльце еще для меня. Вот такое вот прикольное яйцо, в котором, я так понимаю, лизун. Или что это? Там была какая-то записка, но записка расплавилась вот в этом вот пластилине. Заколка для меня. Вот такой вот розовый карандашик с поняшками для Юмичу. Сломался вот такой вот при пересылке лебедь самодельный. Нашу коллекцию силуэтов собачек. Вот такая вот прикольная собачка. А еще здесь есть вот такая вот смешная лягушка. И куча всяких маленьких игрушек. Еще собачка. Вот такая вот коровка. Юла! С Юлой, я думаю, надо будет провести эксперимент. Как собаки будут реагировать на Юлу? Целый пакетик разных ракушек. Класс! Это можно, кстати, использовать для дизайна нашего муравейника, нашего фармикария. Вот такие вот красивые ракушки. Супер! И последнее. Это вот такая вот маленькая коробочка. Я сейчас ее открою. А в этой коробочке у нас вот такие вот всякие прикольные маленькие штучки. Всякие сувенирчики от Марины. Посылка от Лысовой Тани. Стамбовская область. Город Уварово. Вот такая вот посылочка. Небольшая, тоненькая, легенькая. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ну, конечно же, всех эта косточка заинтересовала. И Софи сегодня просто супер-мега активная и хочет все забрать. Ну, подождите, ребята. Игрушка-погрызушка для собак. Да! Да, Иваш, смотри, какая игрушка. Вот такой вот рисунок самодельной совы. И письмо от Тани для меня. И даже с вопросами. Сколько Юми лет? 27 декабря 2016 года она родилась. Сколько лет Мише? Около двух с лишним. Как научить собаку гавкать? Это нужно объяснять. Будешь покупать еще собаку? Думаю, да. Будешь делать фан-встречу? Думаю, да. Спасибо большое за письмо твое. Я вот здесь то, что написано небольшими буквами, я потом прочитаю. Посылка из Воронежской области. Город Лиски от Гукова Юлии Владимировны. Такая тяжелая коробочка. Сейчас посмотрим, что там. Эни Мэджик. Вот такая вот надпись. Письмо. Я его позже прочитаю. Рисунок Мишани. Да. Наш эксперимент, что в коробке продолжается. София явно поняла, что в коробке лакомство, по-моему, да? София, что же ты хочешь там достать? Ага, конечно. Это вкусные конфетки для меня, но София хотела их съесть. Вот такие вот подарочки. Розовая ручка. Магнитик с медвежонком. И вот такой вот мячик. Мячик. Кисонька хорошенькая. Классный блокнот. Я обожаю всякие классные блокноты. Спасибо большое. София принесла мячик обратно в посылку. Три вот таких вот фигурки собак в нашу коллекцию. Лакомство, которое тут продолжает Юмичу лизать, пока я вам показываю собачек фигурки. Для наших котиков сюрпризик. Еще одна конфетка. Опять резинка для волос для меня. Так, браслеты вы перестали мне присылать. Вы поняли, их уже много. И решили присылать мне резинки для волос. Это какой-то намек, ребята, да? Браслетик в виде молнии для меня прикольный. Фигурка маленькая ежика. Ракушечки. Вот такой вот пироженкой 3D-ручкой сделанная. Рисунок поняшки. Юлечка, спасибо большое тебе от нас всех. И я, ребята, очень хотела открыть очень странную посылку, которую нам прислали от Кригер, Полины и Влады из города Чебоксар. Она в пакете. Я сказала, что пакеты будут распаковывать ребята на своем канале, но я не могла это просто вам не показать здесь, потому что в этой посылке, реально, блин, в этой посылке, ребята, черный куб, черный бокс. Вот такой вот черный. Да, Софи, давай, отгадывай, есть ли там лакомство? Или что же там в этом, в этой черной, черной коробке? Я открою его. Это очень необычная посылка, правда, потому что я никогда такого не видела, чтобы прислали черную коробку. Как вы видите, он совсем небольшой, но он такой вот плотно набитый. Целая пачка лакомств. Коробочка с браслетиками для всех нас. Соинственный фиолетовый мешочек. Вот такой вот очень классный брелок с медведем. И в этом фиолетовом таинственном мешочке лежит вот такой вот песик в нашу коллекцию. Каждому маленький конвертик. А в каждом конвертике вот такие вот сердечки с пожеланиями. Браслеты для всех и бусы для меня. Просто красивенький упаковочный пакетик. Целый блокнотик. Что-то очень необычное. Сейчас посмотрим. А также на дне этого черного бокса лежит вот такой вот магнит с кроличками. Картонка с моей фотографией. А также распечатки рисунков Юми. А это уже настоящий рисунок. Эйван, Миша, Софи. Я испачкалась, ребята, черную коробку краской. Софи. И портрет мой, кстати, очень классно нарисованный. Я так понимаю, это самодельная юбочка для кого-нибудь. Ленточки порвались. Я их сделаю и обязательно мы нарядим Юми вот в такую вот прикольную юбку. Спасибо большое вам, Полина и Влада, за вашу очень оригинальную посылку. И привет вам. Мы очень рады и благодарны. И, как я сказала, все письма мы распакуем в Инстаграме. А посылки в пакетах ребята распакуют на своем канале. Ссылочки внизу. И увидимся скоро. Пока!